Здравствуйте, добрый день! Мы с вами продолжаем изучение книги Рабашим Шиндовида Пинкуса. И это, по сути дела, предпоследний урок. И в том, что касается врат молитвы, это последние врата. Следующий урок это будет уже заключительный урок об общении и расставании с этой замечательной книгой. Но пока этот урок мы начнем с того, что написано. Проицхак и молился он Всевышнему. И объясняет Раши, он очень много молился и упрашивал. И написано в Талмуде так. Если человек видит, что он молится, но его молитва не принимается, то, что он просит, не происходит. Он должен еще раз продолжить, еще раз просить, еще раз и еще раз. Потому что так написано в Таилии. Уповай на Бога. И пусть твое сердце будет сильным и смелым. И еще раз уповай на Бога. То есть человек, который верит в Богу, не должен быть таким, таким сказать, ну, ну что, не вышло, ну ладно, ничего не поделаешь, ладно, я не буду пытаться. И все, ну, значит, так Бог хочет, ну что я... Нет, если человек знает, что то, что он делает, это правильно, и то, что он просит у Всевышнего, это действительно ему нужно, то нужно стараться быть сильным и делать то, что вы считаете правильным, и не падать духом. Иногда люди могут подумать, у нас может мелькнуть такая мысль, но если я попросил, я так сильно просила, и это тем не менее не получилось. Ну, значит, Та Шем не хочет. Значит, это к лучшему, что так не вышло. Но не так, пишет Равпинкус, нет, вы знаете, что это вам нужно, вы знаете, что так надо, и это необходимо. Значит, молитесь, продолжайте, не падайте духом. Винна, ешевдельбень бакаша, шима вакшим клапи мало, шима вакшим бакаша ми басавадам. Да, и Равпинкус объясняет, и этот весь урок, он, по сути, посвящен тому, почему не падать духом. Какой смысл в том, чтобы продолжать молиться и быть сильными. Есть разница, пишет Равпинкус, между просьбой, которую мы просим у человека, и просьбой, которую мы просим у Всевышнего. Человек, который попросил у своего, у кого-то, у близкого, у друга, у соседа, у приятеля, попросил что-то, и не получил то, что он просил. Если он продолжает просить, то тем самым он очень утомляет того человека, которого он просит. Очень утомляет и делает эти просьбы просто невыносимыми с точки зрения того человека, кого он просит. Но Всевышний, это не так. Это не так. И у Всевышнего как раз он так хочет, чтобы человек просил еще раз, и еще раз, и еще раз. И почему? Он сказал, что Моше Раббину пресил в земле Израиля. Он молился 515 раз. Говорят наши мудрецы, что если бы он молился еще одну молитву, 515 молился, он бы молился еще одну, Всевышний бы ответил на его просьбу. И в связи с этим возникают вопросы, поэтому Раббину не пишет, но это в скобках можно сказать. И мы ведь знаем, почему Всевышний не ответил, есть у этого глубокие причины, каким же образом он там мог ответить. Ведь тогда все, что мы поняли из того, почему Моше Раббину должен был войти, и тогда был построен храм силами Моше Раббину. Этот храм не мог бы быть разрушен, когда евреи роптали. Когда они грешили, тогда Всевышний должен был быть, уже не мог бы уничтожить этот храм, потому что он слишком обладал бы сильной святостью. И тогда, не дай бог, его гнев поизлился на евреев, так из-за того, чтобы так не произошло, чтобы гнев излился на камне, как пишут наши мудрецы, а не на евреев, чтобы они выжили все-таки. Смотря на то, что Всевышний очень разгневался на них, из-за этого Моше не вошел в землю. Так как же так, почему мы говорим еще одну молитву, он бы вошел, а как же это все, что мы говорим о храме и о спасении евреев от гнева Всевышнего. Тем не менее, надо знать, что у Всевышнего все решения. Да, у него могут быть какие-то такие остроумные или неожиданные решения сложных ситуаций, о которых мы не видим выхода. Мы иногда просим и молимся, думаем, но ведь это невозможно, ведь это просто невозможно, чтобы это произошло. Конечно, мы просим, но это нелогично, что так произошло. Надо знать, мы должны просить им не молиться и даже думать, что это нелогично, это невозможно. Но у Всевышнего все решения. Мы не должны за него решать, логично это и нелогично, возможно это и невозможно. Об открытом чуде не просят, да. Но если мы молимся само по себе, вмешательство Всевышнего в дела этого мира — это не чудо. Это на самом деле его проявление, его воля. Мы должны молиться и не падать духом. Всевышнего, когда мы молимся, когда мы молимся, когда мы молимся, когда мы молимся, и причина различия в том, что человек, у которого еще просто еще, это его очень утомляет, а у Всевышнего, это его не утомляет. И это как раз наоборот. Да, если человек просил у своего ближнего, и тот ему не ответил, потому что он решил, что это он не дает. Какой смысл еще, еще просить? Какого смысла нет, только делать жизнь того человека невыносимой. Вимбо хользут ирбэр, ирбалевакешвайфцир, а реки ванчеребой бакашот махрихо, ботэваласотми бакашо, вуэйнруце бэзэ, да, но темнее, если он просит и просит. А его ближний, он не хочет ему давать. Но по природе вещей он уже вынужден, чтобы он от него отстал. И он просит, но это против желания того человека, это против его воли, против его, он вырывается из его жизни, делает его невыносимой. Тем самым, у человека еще больше отталкивает от себя, и тот человек начинает страдать. Но у Всевышнего это не так, что само по себе то, что человек просит у него. И, конечно, Всевышний хочет дать человеку то, что он просит. Что Всевышний, его добра и блага, который хочет излить на человека, нет у этого границ. А для чего тогда нужно просить и просить и просить. И в то же время причина того, что нет этого у человека, и он вынужден просить, причина того, что он не имеет это. Это не из-за того, что Всевышний не хочет дать. Но вся эта ситуация для чего? Для того, чтобы человек просил и просил и просил, тем самым он приближается к Всевышним, тем самым он в его сердце, это место молитвы, оно созревает, он становится более совершенным. Наши мудрецы были бездетны. Для чего? Известно, что потом у них родились дети, эти дети стали большим, великим, прекрасным, талантливым, замечательным народом. Зачем же нужно было с самого начала делать их бездетными? Потому что, чтобы они молились, чтобы тем самым они приблизились к Творцу. С самого начала было ясно, что Всевышний хочет дать то, что они просят. Немца. Шиколь камешем арбеум офцер ватвила ауву вратсу и целовит барах и торветер. И получается таким образом, что чем человек больше и больше просит, это любимо Всевышним, это желанно им. Увэзэ миштэй сепот. Это по двум причинам. Одно. Шиколь камешем арбеум офцер ватвилет. Шиколь камешем арбеум офцер ватвилет. Во-первых, спросите, чем больше он просит, тем самым он все больше приближает к себе то, о чем он просит. Ведь с самого начала Всевышний хотел ему дать. И Всевышний, для Всевышнего радость дать человеку то, в чем он нуждается. Это вторая причина, что тем самым, что он просит, он приближается к Всевышнему все больше и больше. Что это с самого начала была причина того, что человека не было, он нужна, у него это нет. И это именно и причина. И тем самым, чем больше человек просит, тем самым понятно, что это желание Всевышнего. Есть тут еще такой момент, что сама по себе молитва, она ценнее, чем то, что человек просил по самого начала. Так, есть такой комментарий, молитв, на пасок в Таилим. Китов хаздаха михаим сфотай шапхуха. Айну шаххасад сфотай шапхуха утовь יותר михасад хаим ацмам. Так он пишет, комментатор молитв, что то, что я, так, царь Давид говорит в Таилим, то, что я прошу у тебя, то, что я к тебе обращаю, и само по себе обращение к тебе, оно слаще, но оно приятнее мне, чем любая вещь этого мира, которую я у тебя прошу, в конце концов. Для того, чтобы нам ближе понять, чтобы нам это не казалось таким далеким и странным, он переводит примеры из обычной жизни. Например, человек заболел, и он пошел выяснять, какой хороший врач в этой специализации, кто самый лучший знающий врач, специалист, к которому стоит обратиться. И он обратился, спрашиваю по несколько врачей, кто как, кто как. Наконец, он нашел одного, кто действительно специализировался в той области, в которой у него была проблема, и он к нему обратился. И по ходу того, что он проходил лечение у этого врача, между ними завязались дружеские отношения, они стали по-настоящему друзьями. В конце концов, этот человек выздоровел. Если мы его спросим... Если мы у него спросим, какая польза у тебя была из-за того, что ты заболел этим, и он скажет, у меня получилось две пользы, на самом деле не одна, а две. Во-первых, я пришел к этому врачу, я вылечился. Во-вторых, я приобрел настоящего друга. Если мы спросим его, а какая польза из этих двоих, она тебе важнее, то, что ты вылечился, или то, что ты нашел нового друга? Ну, естественно, он скажет, что то, что он вылечился, это для него важнее. Важнее, что ты нашел друг, это вторично, это приятно, но это все-таки вторично. Когда мы обращаемся к нему и молимся, мы действительно приобретаем две эти пользы. То, что Всевышний, он отвечает и дает нам то, что мы просим, и благо, и жизнь. И второе, то есть первое, то, что мы при ближайшем Всевышнему, и мы обретаем тем самым свет его лика. Если мы спросим человека, а что тебе важнее, какая из этих польз для тебя важнее, то, царь Давид уже ответил на этот вопрос так, что приблизиться к тебе в молитве, это важнее, чем даже вся моя жизнь. Хайну, дезэши миткарэвэллаор панэнэш хитна, зютерто мэсэгатахаим, шэсси мэгэлэдээдфилато. Умашаль, кадмунин, аллах шаул лэхапэс атунин, нам отца мэлуха. Тай приводит здесь иллюстрацию к этому, то, что царь Шауль, он пас, и у него потерялись, часть его стада потерялась. Он пошел это искать, и долго ходил, наконец, что он нашел. Он встретил пророка Шмуэля, и тот помазал, увидел, что это человек, который, он достоин быть царем, и он помазал его на царство. То есть он пошел искать что-то, что-то такое земное, приземленное, и он обнаружил, и он нашел, и он приобрел царство над еврейским народом. То есть он нашел в нас много больше, чем он, собственно, намеревался найти. То есть, по сути дела, то же самое происходит у нас. Мы просим о чем-то физическом, о чем-то таком существенном, существующем, материальном, приземленном, Абнерожевом, находим связь и близость и расположение всевышнего. Бенок шебаолам, кашель вебокеш им шумерееу, у анимешир, кивоан шетакликта бакаша и радбиз, а изра шеруча лекабель неимца шеем мотара сухииты, шелуи цитарек лекабечащ оуд. По природе вещей, если человек пришел, например, бедняк пришел к богачу, или даже, скажем, такой пример, кто-то обратился к служащему какой-то организации, в любом случае тот и другой просит. И в чем, какая конечная цель просьбы? Конечная цель просьбы, чтобы человек, который просит, он перестал быть нуждающимся. То есть бедняк получил от богача какую-то сумму или какой-то подарок, что он теперь какое-то время будет стоять сам на ногах, и может быть сам откроет свое дело, и там станет приспевающим человеком, или человек, который обратился к служащему. Так или иначе, он хочет сам самостоятельно решить эту проблему, но нужна в каком-то совете, в какой-то корректировке. Но когда человек обращается к Творцу, не эта причина, не та причина, что человек хочет перестать быть нуждающимся. Само по себе милость то, что нам, и у нас есть такая возможность стоять перед Всевышним и обращаться к Нему в молитве. Получается, что у нас нет такой идеи или такой конечной цели, что мы просим, и после того, как мы получили, мы не ушли. Нет, у нас нет такой цели. Мы не хотим перестать быть нуждающимися в том плане, что мы хотим обращаться к Всевышним и быть, чтобы разговор с Ним был и оставался частью нашей жизни. Так что просит и просит, тем самым больше и больше прилетается к Всевышнему, и это цель обращения. Не надо понимать, что просить еще раз и еще раз, это только такой добрый совет. Но это само по себе тоже форма молитвы, и это особое чувство в молитве, что он просит Всевышний еще раз, и еще раз, и еще раз. И что дает ему силы просить еще раз, и еще раз, и не отчаиваться, это понимание, четкое понимание того, что что никогда в жизни он не надоест Всевышнему, и никогда в жизни Всевышний его не оттолкнет. Всевышний хочет, чтобы человек обращался к Нему и просил, и обращался, и снова, и снова. То, что человек понимает, что никогда он не надоест Всевышнему, и никогда тот не захочет, чтобы уже человек прекратил свои просьбы, и что он перестал держаться за Него. Но это само по себе у человека дает очень сильное внутреннее чувство. Меня вспоминается в связи с этим, что одна молодая учительница обратилась к Рабанит Пильц. Рабанит Пильц это жена главы Ишивы в Тифрахе. Она сама по себе необыкновенная женщина, очень праведная. И эта молодая учительница, она проводит Пильц, она давала уроки для молодых учительниц, учителей в учительском колледже. И она обратилась и сказала, что у нее в классе есть мальчик, он такой зануда. Он такой зануда, это просто что-то невозможно. Он все равно к ней подходит и спрашивает еще раз, еще раз, и без княжа. Нет, просто от него нет никаких сил. И он ей вот надоел, просто он надоел, она его уже видеть не может. И что с ним делать? Она хотела, чтобы Рабанит Пильц дала ей какой-то такой трюк такой педагогический, чтобы вот уже тот от нее отстал. И она сказала, Рабанит Пильц, но ведь и мы зануды у Всевышнего, но он нас никогда не отталкивает. То есть в плане педагогическом, возможно, она и дала посмотреть на это под таким углом, что у него есть какая-то потребность, может быть, посмотреть на него как на человека. И кто же, тоже скромность. Мы зануды у Всевышнего, но он нас никогда не отталкивает. И когда человек использует эту форму молитвы, когда он просит, просит, просит за то, что ему очень нужно. И тем самым молитва приобретает новую форму. То есть тут количество переходит в качество. Это не то, что та же самая молитва еще, 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 еще раз. Нет, это уже новая форма молитвы, перешедшая в новое качество. Все мое существо, это только обращение к тебе. Я молитва. То есть тем, что он просил и так, и так, и с этой стороны, и с этой стороны, и таким образом, и таким образом, он сам по себе стал существом, как будто сосудом в кладезе молитвы. Он написал, Раби Хайм Виталий. Условия для того, чтобы человек приобрел мудрость. Если он хочет приобрести мудрость, он должен плакать об этом. И Рафпинкус пишет в другом месте в этой же книге, что плакать, если человек не может плакать слезами. Но есть такое понятие сухие слезы. То есть внутри человек в сердце плачет о чем-то, что ему нужно. И так любая вещь. И как интересно это условие. То есть без этого человек действительно не может приобрести мудрость. Если он не просит мудрость. Мудрость не в том плане, что он объем информации, который у него будет, или какой-то у него специализация в какой-то области. А мудрость, мудрость сердца. Это особая мудрость действительно только человек, который просит этого Всевышнего. И он плачет об этом. Нельзя это не слезами, можно сухими слезами. Тогда только он это получит. Но нужно просить. И Рапинкус приводит примеры с праматерью Сарой, что известно, что она была физиологически не способна рожать ребенка. И тем не менее она молилась и молилась. И что происходило? Ее молитвы тем понемногу-понемногу влияли так, чтобы она смогла, способна рожать, чтобы ее тело способно было рожать и удерживать младенца, удерживать маленького ребенка за родыши. И тем самым потихоньку, то есть это не одной молитвой было приобретено за раз. Это каждый раз, каждый раз потихоньку-потихоньку-потихоньку складывалось. И Рапинкус приводит тем самым, что как будто если мы хотим, чтобы был сосуд, мы хотим, чтобы просить что-то Всевышнего. Тем самым любая вещь, которую мы просим в плане духовном, в плане материальном, в плане эмоциональном, мы должны иметь какой-то сосуд, чтобы это получить. Ведь можно взять простой пример, известный случай, например, когда люди вдруг внезапно в один день становились известными, или вдруг один день они вдруг становились богатыми. И это их ломало. Известно, что известность ломала людей, или богатство внезапно ломало людей, потому что у них не было душевной емкости принять то вдруг, что на них обрушилось. И когда человек просит, и просит, и просит, он как будто в своей душе, он строит этот сосуд, чтобы принять это благо, чтобы то, что он получит, оно не сломало его, чтобы это было ему в жизни благословение. И то же самое, если приводить в тропинскую пример, человек, который, например, копает яму, то есть каждая лопата, которую он копает, каждая лопата имеет смысл. Не то, что можно сказать, я просил, 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 и ничего не вышло. Он еще не выкопал яму той длины, он еще не может посадить дерево, он еще не может поставить туда фундамент дома. Но каждая лопата, она имеет смысл. То есть каждая молитва, которую человек молится, она, это как будто такой еще, еще одна лопата в том, что он копает, то, чтобы поставить фундамент дома, или того здания, который хочет произвести в своей жизни, или это кирпич того здания, да, то есть каждая молитва, даже что она очень-очень-очень похожа на то, что было, и снова-снова-снова, он снова просит, и она имеет смысл. Он намагим клеяхатсива. Вет агарзе, нежбур а ваним вэлсалек афара бакашот вэ адмоАдбэн, дмоути вишот, дмэнд маут элтввот бхольшаааааа шаааа шаааашэр, рэйшим и ткашер, вэдбэдвар турамисуям. Так пишет Рафпинкус. То же самое, как мы возьмем любой инструмент. До этого мы сказали лопату или можно взять топор, что человек рубит дерево. или неважно, и человек, то есть видит, что у него снова не получается, и снова ему нужно снова, и нужно тоже просить и плакать. Плакать либо по-настоящему слезами, либо плакать сухими слезами, то есть только человек в сердце знает, насколько ему это нужно, насколько он страдает без того, что это у него есть в жизни. И так каждый час, когда он сталкивается с этим, снова просить и снова просить. И тут примерно, когда человек изучает Тору, и он не понял, и он снова понимает, насколько он ничего не понимает в том, что он учит не бежать, не закрывать книгу, не отчаиваться на секунду, воротиться к Всевышнему и попросить. То есть, образно говоря, снова достать эту лопату молитвы или этот топор, и рубить, и не убегать, и говорит, ну все, ничего не получилось, я не могу все отчаиваться и сдаваться, не сдаваться. Субтитры создавал DimaTor. То есть, и Моше Робейну не то, что в пятнадцать пятьсот пятнадцать раз тоже молитву, снова-снова молился, то, что мы до этого говорили, то же самое, да, молиться. Нет, он эту просьбу облачал в разные формы молитвы. То есть, те врата, о которых мы говорили до этого, на прошлых уроках, то есть, Моше Робейну и так, 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 он молился разными формами молитвы. И то же самое, когда человек говорит Таилим, это тоже Таилим, это тоже разные формы общения к Всевышнему. Даже что в Таилим очень часто можно видеть, что Давид Амелих, он восхваляет, что Вишня прославляет его царство, прославляет его свет, прославляет его милость. И нету этого специфической просьбы по тому поводу, который человек просит. Он взял читать Таилим, молиться о чем-то, то, что конкретно ему нужно, и тот, он читает и видит, что Царь Давид восхваляет и восхваляет и восхваляет Всевышнего. А где та просьба, которую ему нужно, которую ему очень нужно, и он просит у Всевышнего. Но, пишет Рафинкус, очень важную вещь, что сама по себе молитва, даже, что он сейчас не просит конкретно об этой вещи, он читает Таилим, где речь идет о чем-то другом, ни о чем, о том, что он просит. Но сама по себе молитва, она уже открывает врата небес. И в связи с этим я хотела бы на секундочку отверстие, если можно, и поблагодарить женщину, которая прислала письмо и задала такой вопрос. И я вам очень благодарна, что вы задали такой вопрос, потому что это очень-очень важно. Она написала так, мы в этой книге изучали, что нужно, когда неприятности, например, то нужно просить, как будто человек чувствует, что если он это не получит, то он умрет. Или как мы приводили тот пример, когда девочка была в море, и она стала просить папы, и тогда папа понял, что если он ее сейчас ставит, она не выживет, она не выплывет, и он вернулся, ее забрал и так далее. Или тот пример, когда мама разозлилась на сына и сказала, ты бегаешь по огороду, я тебе не буду пускать, и она выставила его за огород, за калитку, и он говорит, мама, 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 и он сказал, нет, я тебе говорила, и ты все равно так сделай, я на тебя сержусь, я тебя не пущу. Вдруг он закричал, собаки, собаки, и тогда она сама побежала по этим грядкам, сама ломала ветки, которые она так берегла, чтобы его спасти. То есть это форма молитвы, когда человек чувствует, что у него большие неприятности, и он, чтобы Всевышний его срочно спас. Но мы же тоже тут говорили про радость, да? Как же так? Но человеку не получается молиться в радости, он чувствует, что как раз молитва в той форме, когда ему просто нужно спасти его жизнь, это ему ближе. А что же быть с радостью? Ну, на этот вопрос можно ответить так, и частично Раф Пинку сейчас ответил на это, что Мошер Абейн действительно был способен свою просьбу воплачить во все существующие формы молитвы. Мы, как правило, избираем те врата или ту форму молитвы, которая нам близка на данное душевное состояние, в котором мы находимся. Иногда получается, что можно что-то еще использовать, например, самый простой это вздох. Просто вздохнуть, когда человек вздыхает, он помолился, но он вспоминает о том, что он вздыхает, а знать, что это вздох. Тоже секунду, просто секунду подумать об этом, это тоже молитва. То есть какие-то такие небольшие формы, которые можно использовать, но если человек чувствует, что сейчас он не может молиться в радости, значит, он не может. Ведь Всевышний понимает, в каком состоянии человек находится, и не требует от него невозможного. Если сейчас ему близка какая-то форма, значит, надо молиться в той форме, которая соответствует душевному состоянию. Известно, что Твила продолжает травпинку, ее сила очень велика, что она разрывает, даже если у человека, например, ему начертана на небесах какая-то, какая-то определенная судьба, то молитва, она разрывает этот приговор. И она прорывает все миры. Известно, что есть много-много миров. Молитва, она может достичь престола славы Всевышнего. То есть она прорывает, она может прорваться и изменить любого человека. Известны слова мудрецов, которые объединили, написано молитва Моше, что молитва Моше, она была как меч, который разрубал и урушил все преграды. И Всевышний сказал ангелам запирать врата миров. Но это что-то очень для нас абстрактное, но хотя бы знать это теоретически, запитать врата миров, чтобы он не смог достичь, его молитва не смогла достичь престола славы Всевышнего, но тем не менее она была как меч, который все разрушает и достигает. И приводит в качестве примера сильной молитвы молитва бедняка. Мудрецы увидели связь между молитвой бедняка, обычный бедняк, не каких-то необыкновенных высот духовных бедняк, и молитва Моше, который молился 515 пилот, обращая свои просьбы в разные формы. Есть связь между ними. Он описывает то, что мы сказали. Так, когда Всевышний сказал, что Бейдин, Бейдин шилой каблуда, он сказал небесному воинству, приказал не принимать молитву Моше, и она была словно меч, который разрывает и разрушает миры. И так, сказали наши мудрецы, есть связь, и это тоже самое молитва Моше, и молитва простого бедняка. И тем самым мудрецы открыли нам, что как же может быть такое, что Моше, его молитва, колоссальная ядерная сила, обладающая молитвой обычного бедняка, они похожи, они одинаковы, как такое может быть. Мудрецы открыли нам секрет, когда молитва, она еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, она как будто произрастает, геометрическая прогрессия, она произрастает в небо, к мгновенной прогрессии, она становится сильнейшим средством. И так сказали наши мудрецы, очень поэтично, как будто вилы, которые так берут, берут, и они опрокидывают, опрокидывают сено, или опрокидывают урожай, тем, каких-то злаковых, то тем самым и молитва, она тоже берет, и она опрокидывает, что значит, если было до этого мера суда, то молитва берет и опрокидывает, это становится мерой милости, мерой добра. и он, Это как раз по тому вопросу, который написала эта женщина. Спасибо вам за вопрос. Известно, что Мошера Бейна молился 515 раз и облачал молитву каждый раз в другую форму. Но это то, что касается каждого из нас. Что только человек еще раз и еще раз молится, даже имея в виду ту же самую форму молитвы. Ту же самую форму молится снова и снова и снова. Тем не менее, молитвы, они не похожи. Это не то же самое, как конвейер, еще, еще, еще одна молитва, та же самая запчасть, та же самая точно полностью похожа. Нет такого. Каждая молитва, она другая, даже что она сказана другими, теми же самыми словами, но она другая, она совершенно имеет особую форму. И она совершенно особый индивидуальный сосуд и совершенно индивидуальный подход к небесным вратам, даже что она сказана в той же самой форме. И это значит, что у нас есть оперативную применение, которая использует среду права на Позвью, чем Мангел. И что он радует на то же самое. И это значит, что она известная история. Он расскажет мне в молитвах людей. Она говорит, что для каждого из Иисраиля есть определенный момент особой степени. его души и нет никого похожего и нет ничего похожего поэтому когда человек молится, он именно он единственный, кто может сказать эту молитву в той форме в которой он ее говорит, никто ни другой не может отыскать вместо него и то счастье, то радость, которую может доставить Всевышнему, обращаясь к нему именно в той форме, в которую он обращается никто никогда не может это заменить так сказали мудрецы в Непшахаем известно, что мудрецы Великого Собрания они составили определенную формулировку молитвы они составили это с того момента, как они составили и до того момента как придет Машеях, то есть до конца до конца и тем не менее тем не менее, что несмотря на то, что существует определенный носах, определенная форма молитвы, никогда не было и никогда не будет молитвы, которая похожа одна на другую молитву, которая которые свойственны только ему, только его настроению, только его личности, только его обстоятельства, его жизни. И не может быть молитвой, похожей на эту. То есть, если человек, он не помолился, то, что он должен молиться, то, что он может никогда, это невозможно будет восстановить, потому что этого дня больше не будет. Этого состояния души, который был в этот день, уже тоже никогда не будет. Каждая молитва, она имеет свою радость и доставляет счастье, удовольствие Всевышнему, когда приближается к нему. Это не касается только молитв, которые написали, которые оставили нам в качестве примера. Это касается каждой молитвы, каждой просьбе, каждое обращение человека, то, что он, то, что в его сердце происходит, когда он обращается к Всевышнему. Даже если он будет молиться одними и теми же словами, одними и теми же словами. Николь макум. Веколь пам, и гивун охер в омак охер. И тем не менее, каждый раз это немножко под другим иглом, и немножко с другой глубиной. Упоэлит паула миухэдет ла баутоу реги. И эта молитва, она именно совершает свою работу, свою собственную работу, которая нужна в тот момент. Это потому, что времена, они не одинаковые. Сегодняшний день не похож на завтрашний, и сегодняшнее утро не похож на дневное время. И места тоже, они не одинаковые. То, что происходит здесь, это то, что происходит там, и не то, что происходит в другом городе, не то, что происходит в другом районе. У каждого места есть своя специфика, и человек, находящийся в том же самом человеке, в одном месте, его молитва, она немножко приобретает другой ракурс, даже что он может этого не чувствовать, но то же самое, да не то же самое. И не только потому, что сам человек меняется, и время, он сам человек меняется не только на протяжении своей жизни, человек меняется даже на протяжении одного дня, да, но и по отношению к временам в более глагобальном смысле, что есть времена благословения, благоволения Всевышнего к нам, есть также времена, когда он рассерживает на нас, не дай Бог, и молитва, которая произнесена во время благословения, ее результат будет один, и которая произнесена во время, когда он разгневает на нас, не дай Бог, ее влияние невозможно оценить. Да, и тут написано так, что утром сей свой рожай, да, и вечером тоже пусть твои руки не отдыхают, потому что... Что мы не знаем, как Всевышний распределяет время в течение дня, в течение лет, какое время оно, время благоволения, а только сейчас как раз это время, когда он благоволит к нам, и мы можем это время упустить, и жаль. И тут есть очень важный момент, который пишет Раф Пинкус, когда мы часто можем, к сожалению, столкнуться с этим в жизни, и надо понимать, как это правильно понимать. Да, известно, что, например, если есть, не дай Бог, больной человек, он очень тяжело болен, и люди его близкие, его домочадцы, его друзья, его родные, они молятся за него, чтобы он выздоровел. Да, и они просят других, они просят, обращаются, чтобы молились за его здоровье и читали Таилим. Многие люди молятся и читают Таилим, и они сами, и знакомые, и даже незнакомые люди, чтобы тот человек выздоровел. Часто происходит, несмотря на все просьбы, что молились люди за него, знакомые, незнакомые, его родные, как молились, чтобы он выздоровел. Тем не менее, происходит, что тот человек не выздоравливает, что он умирает. Тогда может показаться, что все молитвы, которые молились, все просьбы, которые просили, и все, что человек делал для выздоровления, оно все пропало даром. Пошло прахом. Да, это никакого смысла не имело вообще, потому что человек умер. Но это большая-большая-большая ошибка, пишет Раппинкус. И это по двум причинам. Во-первых, Кроме того, что сама по себе просьба, не только то, что человек получил, не получил сама по себе просьба, она имеет ценность, потому что имеет ценность обращения к Всевышнему. Поэтому все просьбы, все обращения, то, что просили, они, конечно, были любимые, перенятые Всевышними. Была от них большая просьба. В каком плане? У каждой молитвы есть ответ. Нет такого, что у молитвы нет ответа. Но у Всевышнего он видит мир в другом плане, не как мы. Да, у нас очень узкая, очень узкий взгляд на жизнь. Всегда мы понимаем, каким образом Всевышний ответил на нашу молитву. То есть мы видим, мы просили, не получили, и как будто ушло в пустую. Он ответил навсегда, ответит на молитву, но, может быть, не таким образом, как мы ожидаем. Но точно так же, как если идет дождь, идет снег, и он спускается на землю, он никогда уже, снежинка упала, она не поднимется наверх, да, или дождинка, капля упала дождя, она не оправится обратно, так она впитается в землю, и она впадет на благо растений и так далее. Точно так же дождь, который идет снизу, имеется в виду слезы, слезы сухие или слезы не сухие, если это поднимается вверх, это никогда не опускается обратно. То есть все молитвы, все прощения, все просьбы, все слова, которые обращены к Всевышнему, они все принимаются, ничего не спускаются в пустую обратно. И так приводит Равпинкус Машаль Рабби Медубна, что он начинается с того, что Всевышний сказал, да, и помните этот момент, когда Всевышний решил разрушить два города с домом Амора, потому что превысила чаша их грехов, и он решил их разрушить. Тем не менее, перед тем, как разрушить их, он обратился к Аврааму. Известно, что Авраам будет начальником большого народа, и он сказал, я скрою от Авраама, мы Хосе, не ми Авраам, я не скрой. И он рассказал ему то, что он собирается сделать, что он собирается разрушить эти два города. И что сделал Авраам? Он стал молиться, молиться, молиться о этих городах. Помните, может быть, там есть 50 праведников, может быть, там есть 40, может, да, и пока он дошел, он молился, может быть, они есть, может быть, их заслуга, города, они будут разрушены. Тем не менее, там не было праведников, заслуг которых можно оставить их, и Всевышний разрушил. И он знал, что он разрушил. Какой же смысл был рассказывать Аврааму? Какой же смысл был в этих молитвах, которые уволился Авраам? И по этому поводу Амамик Магит Медубна приводит притчу. Какая притча? Что магазин одежды, большой магазин, и заходит туда пожилой человек, старик и человек молодого относительно возраста. И пожилой человек, старик, он выбирает, например, себе рубашки, он точно знает, какой у него размер, он меряет, чтобы подходило, и он выбирает себе костюм или пиджак, чтобы на нем сидело, чтобы ему подходило, потому что он знает, какой размер, и что ему нужно, какая форма, какая фактура, какая ткань. Он же точно решил, что ему надо, и он выбирает и ищет, подбирает то, что ему конкретно надо. А молодой человек, он берет и эту рубашку, и эти брюки, и эти тапочки, и снова эти рубашки, и брюки, и это костюм, и это галстук, и это галстук, и все разных размеров, и все разных фактур, и разных структур, и летняя, и зимняя. И спрашивает его пожилой человек, почему ты не меряешь? Что это такое? Ты должен померить, чтобы тебе подходило твой размер. Ты берешь размер меньше, размер еще меньше. Видишь, что это не твой размер? Какой смысл в том, что сейчас происходит у тебя? А человек, который моложе, он говорит, ты знаешь, у нас такой большой дом, большая семья, и много домочадцев, кому-нибудь наверняка пригодится. И эти брюки пригодятся, и это мой костюм пригодится, и это мой тапочки, и этот шаф тоже кому-то подойдет, и эта шапка подойдет, и эта рубашка подойдет. Точно кому-то подойдет, я знаю, я поэтому беру, я даже так не особо присматриваюсь. Точно кому-нибудь это будет нужно. И эта притча, несмотря на ее забавную форму, тем не менее, она несет в себе очень важное зерно. И какое зерно, об этом пишет Трафпинкус. И он возвращается к тому, что зачем Авраам молился все эти молитвы, ведь известно, что эти города, они будут разрушены. Было известно, что он не примет в прямом плане эту молитву Авраама об этих городах, и эти города будут разрушены. Возже Мар Авраама, я глаголь гадульно, он знал Всевышний, что Авраам будет родоначальником и основателем большого народа, а рейсовший Авраам глаголь гадульно, и поэтому все молитвы, которые он молился, и моем лойдка блоле хура. Даже что, видимо, что сегодня они не были как будто приняты, они как будто были в пустую, потому что дом был разрушен. Но будет такое благо, которое он молился из этих молитв. Это будет его благом для его сыновей, для его детей, для его потомков. И что эти молитвы, которые молились за здание, дом, и они не были приняты, они будут во благо ему потомков во всех поколениях. Вегу. И нян бихольд филау бакашаши макшин. Это точно так же в каждой молитве, в каждой просьбе, в которой мы обращаемся ко Всевышнему. Кегон, Аль-Холей, например, за больного или за заработок, за достаток. Гами мне рад, даже нам кажется, что то, что мы просим, это не принимается, мы просим, 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 и нет результата. Но это неправильно. Решит гамма хулять смо афшилой, даже если сам больной, про которого молились. Тем не менее, эти молитвы, они, как будто, образно говоря, они выслали ему вход в будущий мир. Возможно, что какие-то прегрешения его сгладят, благодаря тому, что молились за него, что-то было снято с его счетов. И, во-вторых, эти молитвы, они, конечно, будут во благо его детям, его потомкам, которые остались в этом мире. И сами те люди, которые молились за человека, даже что он не выздоровел, они, тем не менее, получают благо за эти молитвы. Потому что сказали наши мудрецы, тот, кто молится за своего ближнего, за своего друга, за кого-то, ему самому это нужно, а кому не нужно благо от Всевышнего, он получает это первым. То, что молится за другого, он получает сам, именно в тот момент, в котором он молился за кого-то другого. Викенка ту. Вейны куреля, да. Да, и случается, таким образом в жизни происходит, бывает, что кто-то из родственников, например, или кто-то из домочадца, кто-то из близких, он вдруг, не дай бог, попал в тяжелую аварию. И другой его родственник или кто-то из его близких, из его друзей, они знают об этом. Вимаяну дало, если бы было известно, например, что родственник или кто-то из друзей попал в аварию, то, конечно, сразу вы молились и сразу вы просили, но не молятся и не просят, потому что не знают. Сколько в тот момент, когда человек, для него опасно, для жизни, и не сейчас, ему нужно хороших врачей, нужно, чтобы его нашли на дороге, нужно, чтобы его спасли, чтобы его привозили. Сколько молитв нужно в тот момент. Но никто не молится, потому что никто не знает. И что тогда делает Всевышний? Муциме нодадма нод. Он открывает те кладези молитв, которые человек молился до этого. И он думал, ну, не получил то, что молился, зря молился. Но он открывает эти кладези, там столько молитв, и он этим молит. Благодаря этим молитвам он спасает того, кто как раз нужна в спасении. Это может быть молитва, которую он молился год назад, или два года назад, и не получил за это ничего. А сейчас эти молитвы, они спасают. Хотелось бы, чтобы мы поняли, это насколько важно молиться, много-много повторять, повторять, чтобы у нас всегда были кладези и сокровищницы наших молитв, вы всегда были полны. Всего доброго вам, удачи во всем.